Добрый день, дорогие друзья! Вот уже и октябрь, середина осени, и надо сказать, что наша жизнь постепенно меняется. Во многом, конечно же, благодаря именно вашим усилиям. Но что-то вносят и планеты. 12 знаков зодиака — это как 12 статей Небесной Конституции. И каждая планета, попадая в особый знак, то есть в какой-то конкретный знак, она заставляет нас становиться то ли лучше, то ли хуже. Это уже зависит от вашего выбора. Но в том, что мы нарабатываем определенные качества, это безусловно. Надо сказать, что в октябре планеты Меркурий и Венера, которые всегда сопровождают Солнце, на сей раз разбежались, все по разным знакам. То есть у каждой из них своя программа. Итак, что же нас ждет в октябре? Надо сказать, что солнышко переходит в знак весов. А это значит, что многим из нас не помешают навыки дипломатии, нахождение каких-то компромиссов, умение выслушать другого, может быть, даже принять его точку зрения или хотя бы попробовать стать на место оппонента и подумать, почему же он принимает то или иное решение. То есть здесь, поскольку весами управляет планета Херон, которая как раз-то отвечает за равновесие, за умение договариваться, то и нам придется в чем-то, возможно, может быть, поступиться, где-то, наверное, промолчать. То есть не идти вот так вот, ну, извините за это слово, нахрапом, не идти напористо, а все-таки постараться принять другую точку зрения или хотя бы попробовать ее принять. Что касается Меркурия, который отвечает за наши все передвижения, коммуникации, общения, наши переписки, то есть вот эта та динамика, которая есть в жизни каждого из нас, то он переходит в знак Скорпиона. А это значит, что все мы будем немножко колючими, наверное, немножко такими, опять же, ну, мне очень нравится это слово, кусючими. То есть многие, многие из нас, безусловно, будут срываться, как бы стараясь больнее ужалить и больнее укусить, сказать наиболее какое-то обидное слово. Но надо сказать, что именно когда Меркурий находится в знаке Скорпиона, кому-то из нас дано будет предчувствие, то есть обострится интуиция. Это будет возможность как бы предвидеть нечто, потому что все мы разные, у каждого из нас свои гороскопы. И, безусловно, планеты отвечают за определенные какие-то направления и действия, как в общем для каждого из нас. Вот положим Меркурий, та же коммуникация, но в то же время эта планета, она будет отвечать за какой-то конкретный дом в гороскопе каждого из нас. И это все будет разным. Поэтому проявляться вот это, как бы сказавши Скорпионе, жало, такое словесное жало, оно у каждого будет в своих областях. Но надо сказать, что Меркурий в октябре преподнес нам еще, ну, своего рода подарок, хотя подарком его, наверное, и не назовешь. С 10-го числа он становится в стационарную фазу, а с 14-го октября он разворачивается вспять и идет ретро. О чем это говорит? О том, что все какие-то бумажные дела, документы, все поездки, переписки, особенно важные для вас, для вашей семьи, для бизнеса, скажем так, важные для вашей жизни, конечно, хотелось бы, чтобы вы завершили до 10-го числа. Потому что потом это будет сделать намного труднее. Не исключены потом будут какие-то ошибки, затяжное решение, казалось бы, элементарных и простых вопросов. То есть, если у вас есть возможность ускориться, то, пожалуйста, сделайте это, потому что потом с 14-го октября на 3 недели Меркурий перейдет в ретрофазу и все как бы немножечко притормозится. Ну, хотя, с другой стороны, вы же понимаете, что у любого дела есть как плюсы, так и минусы. Да, возможно, нам не получится что-то решить вот так вот наскоком, так быстро, моментально, как нам хотелось бы. Может быть, нам специально дается время для того, чтобы мы подумали, как бы основательно подумали и приняли правильное решение. Но, надо сказать, все тот же Меркурий, он многим из нас в октябре преподнесет своего рода неожиданный подарок. Возможно, мне хочется верить, что он будет хорошим для всех. Особенно, будьте внимательны в период с 1 по 8 и с 13 по 20 октября. Именно в это время он будет формировать аспект с планетой неожиданности, с Ураном. А поскольку сам Меркурий находится в Скорпионе, то как бы затрагивается ось Скорпион-Телец. Именно там стоит Уран. Поэтому кто-то, возможно, станет богаче, а кто-то, наоборот, потеряет. Опять же, это зависит от личного гороскопа. Но то, что неожиданности будут и большей частью в сфере каких-то материальных благ, финансовых вопросов, это однозначно. Так что, пожалуйста, будьте начеку и как бы немножечко, ну, будьте повнимательней. Не берите все вот так вот поверху. То есть, как случилось, так случилось. Возможно, потребуется какое-то ваше решение. Хорошо обдумайте его и помните о том, что как раз-то во второй половине, вот когда будет складываться второй аспект, с 13 по 20 Меркурий уже будет в ретрофазе. Что касается планеты любви и нашего финансового достатка Венеры, то она из горделивого красавца льва переходит в трудолюбивый знак Девы. А это значит, что от собственного любования, но все-таки лев, он царь зверей, мы переходим в Деву, которая ценится своим трудолюбием. И поэтому многим из нас, что называется, любовь и деньги обеспечены будут на работе. Поэтому не исключены и служебные романы. И это не значит, что плохо. Наоборот, может быть, как раз хорошо. Вот именно сейчас вы увидите того человека, которого, возможно, вы искали долгие годы и не обращали никакого внимания на своего сослуживца, на своего коллегу, с которым вместе работаете. Ну и, конечно, поскольку эта Дева, то она ко всему подходит как бы основательно, с чувством долга. Поэтому денежки вы будете зарабатывать те, которые, ну, как бы это сказать, вы запланировали и просчитали. Потому что, да, Деву считают занудой, но, тем не менее, она просчитывает и рассчитывает каждый свой шаг, в том числе и в вопросах зарабатывания денег. Ну и, конечно же, в вопросах любви. Она как-то спящая красавица. Если уж ее вы разбудите своей любовью, своим вниманием, то, поверьте, она ответит вам тем же и сполна. Да, Дева немножечко закрыты в вопросах любви. Поскольку туда переходит Венера, то и все мы немножечко как бы сожмемся, прикроемся, закроемся. То есть мы не будем такими открытыми в вопросах любви и романтики. Но это не значит плохо. Зато потом, если это чувство придет, то оно, конечно, будет на долгие годы. И оно, говоря девьим языком, оно уже будет как долг. То есть, если Дева уж любит или создала семью, то, безусловно, для нее это будет, опять же, работа. Но работа с большим знаком плюс и очень качественная. О чем еще стоит сказать, так, конечно же, о планете Марс, которая отвечает за все наши импульсы, за активность, как нужную, так и ненужную. И надо сказать, что Марс по-прежнему идет по знаку. Он находится в своей обители. В сентябре он развернулся и пошел по пятна. То есть идет, он находится в ретрофазе. А это значит, что наша активность немножечко как бы приостыла. Она уже не такая напориста. Но, тем не менее, она все равно есть. Пожалуй, плюсом этого месяца будет то, что Черная Луна, которая всегда провоцирует Марс на какую-то агрессию, на гнев, на непонятные поступки. Я думаю, что многие проконтролировали себя и посмотрели, что же было с ними в сентябре, когда Марс соединялся с Черной Луной. Они наконец-то разошлись в разные стороны. Но им еще раз предстоит встретиться. Правда, уже не в октябре, а чуточку позже. Поэтому мне бы хотелось, чтобы вот вся эта активность и энергия Овна, ну, что называется, пошла в мирное русло. Если вы не знаете, куда себя деть, ну, займитесь спортом, найдите себе какую-то тяжелую работу, именно такую тяжелую физическую работу. Не просто лечь книжечку почитать, а вот именно выплеснуть эту энергию. Ведь всегда есть альтернатива. И, пожалуйста, следите за собой, следите за своими поступками. Потому что вы же понимаете, что то, что сделано в одну секунду, потом порой приходится разрешать долгие годы. И, конечно же, пару слов стоит сказать о планетах-гигантах, о Юпитере и Сатурне. Они наконец-то поменяли свое движение, они уже идут прямо, то есть они решают вопросы профессионализма тот же Сатурн, вопросы социума Юпитер. И я думаю, что жизнь многих из вас вот в данный момент, она получит своего рода взлет. Потому что, если вы чего-то стоите, если вас признают и считают суперпрофессионалом, то самое время по Юпитеру занять ту определенную ступеньку, которая и должна принадлежать вам в обществе. Ну и, наверное, напоследок мне бы хотелось назвать даты, в которые вы должны быть особенно внимательны. И неважно, чего это касается. Вашего собственного здоровья, каких-то поездок, решения каких-то дел. То есть, это вот дни, в которые возможно, что события пойдут совсем не так, как хотелось бы. Итак, это 2-е, 5-е, 6-е, 10-е, 13-е, 16-е, 19-е, 23-е, 24-е, 25-е и 31-е октября. Я желаю вам всего доброго. Помните себе и решайте те вопросы, которые оставит перед вами жизнь и звезды. Постепенно, поэтапно. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok